Я понимаю, что можно просто сесть в окна, чтобы простудиться. Горято хорошо. Ну что, Адмас, рад вас видеть. У нас начался месяц ноября же, ёлки-палки, что творится. Ну хорошо, аппарат вроде бы Антон наладил, промокший. Вот о чём будем сегодня говорить. Хочу услышать у вас, от вас вопросы, которые требуют обсуждения. Я устал предлагать темы. Хотел бы видеть инициативу. Владимир улыбается затаённо, хитрый. Все хитрые такие, вы все молчат. Дина, выручайте. Сейчас всё равно всё будет не там. Многие люди смотрят передачи, смотрят вот эти беседы. А, наша запись в смысле? Да. При этом эти люди, они не занимаются хатха-йогой, то есть они не делают упражнения. Вот, что им так в таком случае даёт? Ну они там что-то другое делают, на фейтнос ходят там, да? Вот что им даёт чисто беседы, да? Я просто не могу судить, потому что я же занимаюсь и слушаю. Чистос беседы? Таких много. Ну, во-первых, тут много чего сказать. Во-первых, мы кубик крутим с разных сторон, да? То есть мы затрагиваем йогу в самом разном контексте. Так, значит, что помогает, ну, как говорится, лучшее описание-то с трёх позиций, да? То есть вот с трёх точек зрения, там, или обзора, как это правильно. Это, наверное, более будет взаимодополняющее описание. Вот, мы же ведь мы вертим кубик, бог знает сколько, и бог знает как, и касаемся стольких граней вообще этой проблемы, значит, стольких граней освоения, технологий, что, ну, что постепенно человек начинает понимать, занимаясь тем более, о чём идёт речь. Это момент первый. Момент второй, что я лечу себя надеждой, что эти беседы имеют кроме йоги ещё определённую нагрузку. Ну, когда мы говорим о взаимодействии йоги жизни, да? О взаимодействии человека, с йоги каждого из вас, какого-то мере, значит, да? Мы обменяемся информацией, вот. Эта информация является достаточно полезной, она, как бы, информация чистая, информация, которая переверётся психоэмоционально, да? Вот. Значит, я, в принципе, значит, когда я, вот, ну, как бы, вот, стараюсь поделиться с вами знаниями, там, или своим опытом, приобретённым в жизни, там, или в йоге, то, в общем, я, как бы, так сказать, помягче, но я являюсь довольно существенной частью самого метода. Понимаете мысль, да? Вот, значит, это, ну, как бы, это моя функция, с тем, чтобы воздействовать на людей позитивно, чтобы они в моём личном присутствии более-менее успокаивались, более-менее расслаблялись, значит, да, исправлялись своё настроение, вот, и чтобы им просто было интересно. Это, вот, моя задача такая, не вешать лапшу, значит, как делают некоторые товарищи, да? Говорите какие-то более-менее, ну, в здравых вещах, например, тот же, скажем, ну, Алекс Наймарк, вот в Израиле, там они, у них специфическая жизнь, вот, он там даёт себе кучушь, я говорю, зачем ты, ну, вообще? Он говорит, знаешь, там жизнь такая, что люди, они занимаются редко, они не занимаются каждый день, как там, да, как вот ваши, допустим, пациенты, ну, мои, то есть, или там, ну, хотя бы через день, не знаю, только здесь, вот приходят ко мне занимаются. Вот, они хотят чего? Хотят обо всём забыть то время и хотят, чтобы их сразу развлекали. Вот, я им даю такую лапшу, которая их развлекает, которая даёт себе приду неделю, чтобы они ещё раз пришли, ещё раз пришли, значит, да, ну, вот как-то так. Ну, это, в общем-то, не моя дрожка, вот, значит, да, я поэтому, как бы, стараюсь, чтобы эти беседы имели полную нагрузку, информативную, информационную, психоэмоциональную и психологическую, вот. И я так думаю, что, наверное, ну, наверное, людям интересно, они получают что-то, даже не занимаясь йогой, ну, создают какое-то себе представление, может быть, потом, лично я бы надеюсь, что они потом начнут заниматься, как получат и на количество информации, да. Бывают смешные вещи, например, приходит ко мне там какая-то дама и говорит, что вот, у меня уже книжка стояла 7 лет на полке, я всё собирал и заняться, вот, ну, ну, не секрет, так сказать, что многие, когда собираются заниматься йогой, да, то они ничего не делая, они покупают литературу, кажется, что они уже приобщаются, вот. Ставят до полгода много лет, они уже почти начали заниматься, вот. Значит, да, говорит, вот я стоял на полке сколько лет, а потом я послушал, так сказать, ваши вот беседы, несколько бесед, и понял, что заниматься надо. Какой-то последний толчок человек получил, да. Вот, наверное, может быть, есть ещё какие-то моменты, может быть, вы скажете мне, чем, ну, скажем, мы и беседы могут людей привлечь, я не знаю, со стороны виднее. Ну, он онлайн передаёт состояние, это я точно могу сказать, я прям лично чувствую, может, потому что я ещё здесь. Ой, онлайн. Вот сто процентов, но я вот чувствую точно. Понятно, смотри, какой онлайн. Вот, допустим, я там сейчас общаюсь с ребятами из Лондона, да, у меня вот на стенке телевизор висит здоровый, стоит девайс, и когда займаюсь онлайн, тот же Юлия, значит, я вижу вот на этом арома экране, и слышу, она не видит на таком же экране, тогда можно поправлять, там видно всё. Если по телефону займаться онлайн, ну, это бред собачий. Ну, это как бы слова где-то, там ничего не увидишь и ничего не различишь, да. Вот, поэтому бывает разный онлайн, вот, и когда вот полноценный, ну, то есть, я вижу человека полностью, там, как он, положение рук, там, положение пальцев, вижу всё. Тогда можно, ну, как-то ещё общаться, да, и корректировать. А так? Ну, я вот лично даже в нидре, когда слушаю нидру, то я чувствую состояние, и оно мне передаётся. То есть, даже вот оттенки голоса, там, я всё это слышу, это передаётся даже так, даже просто слова. Ну, может быть, может быть. Понимаете, нидра такая штука забавная, и она наиболее эффективна в исполнении, вот, в личном исполнении, в личном присутствии. Потому что там имеет смысл, большой, так сказать, как бы смысл, и влияние имеет повышение, понижение тона, синхронизация фраз с дыханием человека, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, вплоть до того, что, ну, бывают разные люди, и, то есть, я могу говорить, допустим, вот, человек там сильно лежит, да. Во-первых, я синхронизирую вдохом-выдохом, а во-вторых, значит, я могу, значит, говорить так, что я поворачиваю голову одну сразу вот так, а другую сразу вот так. Чтоб по-разному, да, и тоном ещё, и звуком. Это, ну, такая довольно сложная вещь. Поэтому нидра онлайн, это немножко механистично, но это тоже хорошо, тоже работает. Ну, если полностью, вот, нагружать так нидрой, да, получать абсолютно полный эффект, то тогда, наверное, вот, как обычно, это личный контакт, вот, и волосы, и так далее. А кто, вот, меня такой интересует вопрос? Антон, а что вы думаете о поводе этих бесед? Какое ваше мнение? Вот сейчас мы послушаем. Мне ведь тоже интересно. Может, вы скажете, что там гонит порожняк-то, а мы тут сидим, как дорогие, да? Ну, вот. Насколько мне рассказывали люди, ну, в основном это мотивация такая, да, то есть они периодически слушают, поддерживают. Подпитывают мотивацию. Да, подпитывают мотивацию, и, ну, часто это те, кто не может заниматься, там, не москвичи, например, да. Ну да. А таких подавляющее большинство? Ну, из тех, кто смотрит, не знаю, не смотрел никогда статистику нашего канала, кто там распределён географически как, но… Ну, я тоже не знаю, но, в общем, учитывая, что ведь ребята, которые работают там на Сибирск, Омск, Владивосток, они же там ссылки есть на сайт, да, или которые там тоже, они, всё это расходится, тем не менее. Во всех городах, где они представлены, да, там эта информация они тоже у себя на своих сайтах, её представляют, неизруют там и прочие вещи, и беседы. Поэтому довольно, думаю, довольно широко. Ну и плюс, наверное, люди смотрят на, как это, на опыт других, да. Ну да. И в этом плане тоже их подпитывает. Понятно. Спасибо. Вот видите, мне стало интересно. А кто же с Иван, Иван? Ну, я с Антоном согласен, наверное, это как мотивационная такая, как… как такой девайс мотивационный, что люди смотрят. То есть, должен какой-то накопиться критическое масса. Вот вы сказали, там, женщина купила книжку. Я на самом деле тоже понимаю, когда что-то, ну, начинаешь чем-то интересоваться, собираешь информацию сначала теоретически. Ну, конечно. То есть, надо понять вообще, что это такое, как бы, да. Потом, когда начинаешь погружаться и, ну, до какого-то уровня доходишь, не только её и касается всего, то есть, потом дальше можно ничего не читать, как мы как-то раз обсуждали, там, чего читать, не читать. — cook – пиш quinonella Wix – да. То есть, ты понимаешь потом, что все эти книжки можно кому-то отдать. Которому, может быть, это пригодится. Здесь также, ну, собственно говоря, и, наверное, с нашими вот этими разговорами, там кто-то чем-то поделился. Ну, есть такая категория людей. — Может, кому-то пригодится. — Да, кому-то пригодится, да. Вот, наверное, это так. — Тоже хороший момент. — В этом смысле, да, что люди что-то как… Кто-то, может быть, кому-то это как пусковой момент начать заниматься, да? — Да, там… Конечно. Вот тут еще интересный момент бывает, который неоднократно наблюдал. То есть люди все-таки разные, хотя, в принципе, столь одинаково. Но мозги разные, да? И вот ты человеку как бы говоришь, говоришь что-то, и он тебя понимает, что-то делает. А потом он как-то сказал как-то по-иному. Он говорит, блин, теперь стало совсем понятно. Да, вот. Даже может больше того, мы что-то занимаем, потом можно вообще прочитать там что-то, то есть пока что-то читается, там по йоге, там предположим, в данном случае, да, там можно зайти вообще с какой-то другой стороны совершенно от какого-то другого человека это вот услышать, да, мы можем это все обсуждать, мог читать там в разных местах, и вдруг откуда-то какая-то информация, которая ему прояснила ситуацию окончательно. Но практику в любом случае это не отменяет, теории сыт не будешь. Да без практики, да, это прелесть. Да, то есть это в любом случае как мотивация, что-то как бы побуждение к действию условно. Там кого-то может побудить. Когда человек только слушает, вот есть у Стругацки сказка о тройке, когда слушает только вот это болтовни, вот это сказка о йоге. Понимаете, без практики это, ну... Ну да, ну как любой дел. Это ни о чем. Хорошо, спасибо. Володь. Ну, у меня как-то вот в памяти сохранился период, ну, когда там видео появилось, по-моему, в пандемийный что ли период, может быть, чуть раньше. Ну, вот примерно с тех пор я, ну, я помню, что я так регулярно достаточно слушал. Ну, вот эти вот там субботние встречи, там, по-моему, еще во вторник что ли, что-то было. Хотя нет, во вторник, может, не было, не помню. Вот. И, ну, оно как-то очень так интересно. Ну, с точки зрения мотивации, наверное, ну, никак не влияло, потому что мотивация, она, в принципе, была, ну, как такова. И она уже давно стала автономной, в принципе. Ну, то есть, когда не завязана на каких-то там, ну, внешних, не знаю, на людях, на ком-то. То есть, она как бы внутри есть-есть, она просто может там где-то в какие-то периоды там сильней, ну, как бы просто усиливаться. И я там начинаю, например, более активно заниматься. И там как-то вот тему йоги как-то вот, ну, сильнее как бы на ней акцентируюсь. А вот с точки зрения там какого-то интеллектуального аспекта там или с точки зрения прояснения каких-то вот вещей, именно чисто практических, вот занятия, они были очень полезны, ну, в те годы. Потому что дьявол в деталях. Да, 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 потому что ты, ну, и причем мне очень интересно, оно так все это как-то синхронно так двигалось с какими-то вещами, которые в жизни там происходили. Ну, то есть, я там на этой неделе там послушал что-то, и, ну, я понимаю, что это для меня актуально очень. Там потом неделя прошла, опять какая-то тема, она опять как-то вот вплеталась. Что же, как, припрягается, да? Да, да, очень было очень интересно в этом смысле. Это тоже был интересный момент, что когда то, что ты говоришь, оно, ну, когда все то, что ты говоришь по йоге, это не лапша, оно откликается в людях все равно. Да, да, ну, вот как-то там, не знаю, там с книгами случается, и там, не знаю, там с людьми, которых встречаешь, которые там, ну, там в обычном общении там могут для тебя прояснить какие-то актуальные для тебя там, ну, вещи там по жизни, там какой-то проблематики. И там книгу читаешь, и там, соответственно, что-то откликается, что для тебя вот, ну, является вот текущей такой поездкой. Ну, да. Вот, ну, вот у меня часто было, вот так, с этими записями, что вот смотришь, и вот, ну, как-то, ну, в общем. Ну, в общем, должен быть отклик. Как-то написала одна дама, очень такая интересная, как бы там, как же там было. Пусть я верю и живу иначе, и в столетиях мы не повстречались, но если я-то ей строчек плачу, значит, меня не предназначают. Как-то вот очень интересно. А ну, знаете, еще, чем как-то, ну, чем меня напомнило, ну, еще в тот период, когда еще форум был жив, ну, да. На форуме там тоже такая вещь, например, она тоже проявлялась, когда там, ну, не знаю, тему кто-то понимает, один человек, а оно как-то вот оказывается там для многих очень такой вот темой, ну, такой животрепещущей. Ну, и с видео, то есть с этими вот записями, тут тоже такой вот есть какой-то эффект волновой. Ну, что, спасибо, понятно. Сейчас, ну, вот наш коллега расскажет, как он ходит, зачем он ходит сюда, почему это все ему и как не надоет. Разговоры нужны, конечно. Наверное, все-таки сначала релаксация, потом информация, потом уже мотивация. Вот у меня примерно так, в такой последовательности. Ну, да. Вот, и, наверное, все-таки информации, получаю-то, понятно, эмоциональной достаточно, недостаточно, наверное, все-таки практической части. Вот, хотелось бы получить, да. То есть я такой человек, который вот любит, чтобы показать. Я ей на работе показываю, ну, и мне бы показали бы, я бы с удовольствием посмотрел бы. Визуально. Ну, и тогда, наверное, бы и мотивации было бы еще больше. Сейчас вы получаете все-таки от этого какой-то пользу, правильно? Ну, получаю, да. Ну, это главное. Я сказал, есть польза. Обозначаю, что еще хотелось бы. Как говорил Арджуна Шри Кришне, ты говоришь, не говори мне слова, ты мне скажи, что делать, чтобы достигнуть блага, да? Ну, вот. Можно показать, а не сказать. Можно показать. Да, знаете, опять-таки. Я не люблю смотреть видеоуроки. Я люблю живое общение. Я принципиально это избегаю, потому что люди очень разные по... Ну, вот, допустим, будет Нина показывать то, что она делает, и кому это подойдет? Я не знаю, кому что дает, но я вот по себе знаю, что, например, год назад я очень много слушала Романа Златкина, и мне это дало больше понимания в улавливании технологии. Потому что Роман Златкин имеет громадный опыт, и Роман Златкин – это другого человека, это не ее. Да, да, то есть для меня все эти беседы, то есть я мало того, чтобы вас много слушала и какие-то вещи переслушивала, пересматривала, для меня это расширение поля знаний о йоге и выхватывание каких-то нюансов, которые были, ну, незамечены мной, то есть я не акцентировала на этом внимание. И вот это вот поле огромное, и у всех свой опыт, и ты так кусочек тут выхватил, тут выхватил, к себе применил, а мне вот это подходит. Нет, я вот точку вот никак не могу на лбу держать или еще что-то. А у нас тут был выбор. Да, да, и вот это вот эти беседы, и все информация от каждого дает частичку для меня лично. Для меня это огромный плюс. И под спорье, знаете, ну, не уходить, опять же, из практики, потому что разные ситуации случаются. Вот, например, в прошлом году, когда я слушала романа, я была во Владивостоке около месяца, и я здесь не присутствовала. Но, тем не менее, у меня практика была стабильная ежедневно. Ну да. То есть это как дополнительная поддержка. Ну, опять же, вы понимаете, вот тут есть такая интересная вещь. У людей коммуникация, она и восприятие, и также эмпатия, она складывается, ну, по-разному, да, бывает, что с человеком, встречаясь в первый раз в жизни, говоришь так, как будто сто лет его знают, да? Это вот такая вот эмпатия возникает. И то восприятие идет, конечно, лучше. Вот, да. Или просто стиль изложения, допустим, подходит. Ну, просто подходит. А другой человек, ну, что да, что нет. Может, подходит, не подходит, ему все равно, да? Ну, вот информация получает. А некоторые, ну, просто хорошо, когда есть выбор. И, ну, вот можно послушать, так сказать, этого человека, этого человека, этого человека. Тем более с опытом. Вот. А Роман уже много лет, лет 15 назад, да, как он пришел, у него была масса проблем. Вообще масса, которые, так сказать, все они решились. В общем, и опыт у него очень такой. Другое дело, что он излагает специфически, но он такой человек и так излагает. То есть все. Вот. То есть мы говорим о том же, да? Ну, можно говорить разными словами, там, не знаю, да? Разным, разным манерам. Я не знаю, как это сказать, да? Все. И все это имеет ценность. Поскольку мы говорим об одном и том же. Если опыт большой, то все это вкладывается, и взаимодополняет. Собственно говоря, ведь то, чем мы занимаемся, вот, ну, вот, стиль нашего общения, это можно есть такое очень интересное слово, здесь называемое, значит, взаимосодействие. Не взаимодействие, а взаимосодействие. То есть идет, значит, да, вот, обмен. Обмен, и обмен он дополняет. Вы что-то говорите, мне что-то проясняется, да? Не воро, сколько там я занимаюсь. Ну, вот, ну, касательно, допустим, человека какого-то, мне точно проясняется. И тогда я могу, так сказать, более эффективно объяснять ему, да? Или объяснять, говорить то, что надо, говорить так, как надо. Вот и все. Это очень важно, на самом деле. С моей точки зрения. Вот. Ну, не знаю. Наверное, тогда все кто-то еще может что-то добавить хочет. Ну, вот, как раз, у меня нет такого опыта, что там многих преподавателей слушать. А это не будет ли каким-то таким наложением, что, ну, вроде бы, понимание, ну, как бы, дело одно, но понимание у разных преподавателей может быть разное. Не только подача, но и вот это не может как-то, наоборот, вредить, скажем так, практике, если ты разбрасываешься. Потому что вот будет там тысяча людей и будут рисовать табуретку, одну и ту же. И всем будет понятно, что это табуретка. Более детально, менее детально, да? Это одно и то же, вот. Человек хочет сказать, передать одно и то же. Но под разными углами. А уж как там сложится? Тут вообще, понимаете, в это углубляться не надо, потому что самопонимание, суть понимания не определена. То есть, у меня были такие случаи, что человеку, человек спрашивает, объяснить я ему не могу. Или я не могу, или вообще нельзя. То есть, он просто понимает, ну, не так все, как мне бы хотелось, да? Невзирая на такие слова. То есть, для понимания нет оснований. Человек понимает, если уже понимает. Если не понимает, то объяснить нельзя. Вот это странная такая вещь, которую я не могу даже, как бы объяснить, ну, это вот так. Значит, да, если есть основания для понимания. Был такой Андрей Агей на форуме, лет, наверное, 10 назад больше, такой Агейенко. Вот, вот он еще задает вопросы, ему объясняют. Объясняют, что еще о почте. И человек просто, ну, не знаю. Мне просто вспоминается, я, ну, не только, допустим, я, но он был на форуме, общался со многими людьми. И все равно он не мог построить практику, да? Вот, и черт кто знает. Ну, мне вспоминается эхидна пословица. Такая, что, как бы, да, рука в законе писан. Если писан, то не считан, если считан, то не понят. Если понят, то не так, да? Вот тоже есть какие-то вот такие вещи, что человек, ну, может быть, потолок восприятия. Вот, случаи разные. Поэтому, ну, тут ничего нельзя гарантировать. Ну, вот это очень, конечно, интересно. Это потолок восприятия. Как-то, наверное, его можно двигать в людях? Или это вот дано и дано, и тут ничего не зеркало? Это дано. Дано и все. Можно что-то развить, но не факт, что... Да. Понимаете, и во что развивается? Вот был, например, такой, когда я учился в институте, я начал заниматься йогой. Потом еще там была такая, ну, вот, мы жили в Красногорке. Такая компания, ребята знали друг друга, да? Потом, значит, немножко лазили по скалам. И был там такой пацан, ну, который немножко спридорил. Он был, он был пироман. Вечно что, взрывал там, не знаю, что-то делал. У Чехтхова от него так ходил, трясся прямо. Идет мимо балкона, значит. Кто-то даже говорил, кто что-то пилит-то жёлко, с визгом. Ну, думаю, хорошо, ничего, не взрывается. Или что делаешь, фантомат? Ну, говорит, ну, я снаряд пилю. Смотрите, да? Вот. А потом, значит, мы когда мы в Петровских скалах начали лазить, то пацаны лазят офигенно. Мало того, там, метров тридцать, он упускается головой вниз по этим скалам. Мы охреневали. А потом стал фантик Юрий Лешаёв, известный всему Крыму. И только Крыму, да? Вот у человека были такие задатки. И потом они, вот, было, повышенно развились, да? Вот. Потом, конечно, сломался. Ну, это была такая катастрофа. И, в общем... Ну, вот, развитие, оно определяется какими-то случайными вещами. Или, например... Ну, какой еще пример привести? Ну, когда было, вот, в Париже, там, это... Коммуна, там, все эти дела были, да? И бунтует народ. И конвент не знает, как, что делать. Ну, я знаю, что делать. А тут приходит такой ратерийский поручик Бонапарт. Говорит, а чего, говорит, вы народы боитесь? Дайте мне это, пушек. И я все устроил. Поставил пушки на паперти святого Роха в церкви. И по толпе корчищу. И все. И народ замолчал. И он стал наполеоном, да? Ну, вот, в нужную минуту, в нужный момент человек может чему-то соответствовать, да? Вот. Бывает, что везет, бывает, что не везет. Например, ну, вот, как бы... Какой бы смешной пример привести. Ну, вот, допустим, молодой человек, ему какая-то девушка понравилась. И вот он думает, как вместе познакомиться, ну, как бы встретиться там. Все такое, значит. Ну, и вот как-то не получается все. Не совпадает. А потом, значит, вдруг... У него, значит, там какие-то дела, там какие-то переживания, он втянут, какие-то процессы. Просто уже, у него такая бы голова, значит. И, значит, вдруг он пришел куда-то, там ресторан, и там эта девушка в одиночестве. Ну, вот, условия идеальные. Понимаете? Ну, человек непостоящий в состоянии. Ему этого не хочется и не надо даже. Понимаете? Ну, вот, это неудачная встреча с самим собой. Ну, вот, как-то так бывает. Бывает смешно, бывает не смешно, но как-то так. Вот. Ну, наверное, давайте мы не будем больше углубляться. Это уже получается философия. Ну, еще один все-таки вопрос. Вот, поэтому спасибо. Вопросом нет конца, да. А как эти условия создать? Это вопрос другой. Дело мастера боится. Как в Одессе прямо. Говорит, вас можно на минутку? Говорит, а вы успеете? Ну, и там дальше, да? Все эти ехидные дела. Нет, это все. Все, прекратили. Спасибо за внимание. Приходите к нам еще.